Машины из прошлого Здесь собраны машины с 26 по 84 год выпуска. Но возраст не единственный критерий. Также немаловажно это оригинальное состояние автомобиля. Мы все-таки старались отобрать большую часть автомобилей в оригинальном состоянии, чтобы люди понимали, какие автомобили были, как он должен выглядеть. Волги и Запорожцы, Мерседесы и Роллс-Ройсы. На Old Car Fest эти машины приехали своим ходом со всех уголков Украины. У каждой своя история. Например, этот американский Уиллис попал в Советский Союз во время Второй мировой войны. И он снова в полной боевой готовности. Правда, для этого с ним пришлось основательно поработать. Для того, чтобы собрать автомобиль в таком виде, его надо трижды собрать, разобрать, собрать, разобрать. Ну, конечно, вариант. Иметь ретро-автомобиль удовольствие не из дешевых. На реставрацию может уйти от 5 до 100 тысяч долларов. А уж времени свободного это занимает еще больше. Но увлечение это не только для состоятельных коллекционеров. Молодежь оказывается тоже в теме. Катерина со своим Барби-Запорожцем уже стала киевской знаменитостью. Она привыкла стоять на светофоре и слышать щелчки фотокамер и восторженные возгласы. Машинку 78-го года выпуска уже в таком цвете и не на ходу купила всего за 300 долларов. Ездить ее заставила самостоятельно, хотя техника для нее только хобби. Желание к ретро-машинам еще с утру биоматери. Потому что меня мама, когда вынашивала, она вынашивала меня под рулем 24-й Волги, когда работала в такси. Вот из-за этого у меня, наверное, любовь и появилась к машинам. Для механиков-любителей автомобиль это не просто средство передвижения, а прикосновение к духу эпохи. Андрею 25 и это увлечение ему передалось по наследству. Ищем, красим, полируем, ремонтируем, снимаем. На самом деле это очень в хорошем смысле слова вирусная вещь, потому что такое увлекает. Таким надо интересоваться. Я бы сказал, лучше лежать под машиной и ее делать, чем где-то курить или пить. Это в самом деле очень хорошая вещь, это история. Это надо понимать и знать детям. Надо интересоваться. Это как бы без прошлого не будет будущего. Это такие вещи безобидные, которые приносят удовольствие. Все машут руками, показывают класс. Хорошие вещи. За всей этой красотой скрывается много работы, времени и финансовых вложений. Но отказываться от этого ни один коллекционер не хочет, как и продавать свои приобретения. Елена Руденко, Дмитрий Гончаров, 112 минут.